Четыре часа нашего концерта пролетят Как два Друзья, друзья! Можемец! Привет, друзья! Друзья, друзья! Друзья, друзья! Очень приятно всегда приезжать Ваш очень красивый, очень любимый нами город Говорю совершенно искренне Здесь у нас очень много друзей, Прекрасных знакомых С первым днем весны у вас, дорогие! Сюда пришла во всю страну Но вы знаете, мы всегда удивляемся А куда девается снег? Из наших городов, из наших улиц И сегодня, приехав к вам, мы поняли Что он вес собирается у вас в пенсии На самом деле, у всех весна Текут ручьи, у вас снежок Прекрасный всегда так хорошо Приезжайте больше всего Рад этому событию Дед Мороз с нашей командой Встречайте Дмитрий Шагал! А что там далеко вы сидите? Может двигать историю по мне, что там? Типа там оркестровая яма Просто оркестр плохой, его там накрыли Чтобы он никому не мешал А, это юмор, ручья А знаете почему он так шутит? Потому что он юморист Поаплодируйте Максим Ярица Главный юморист Дмитрий, смотри следующего юмориста Естественно Дорогие друзья, хочу пригласить на эту сцену Еще одного юмориста И он тоже из нашей команды Никакой левый там судится человек Решили левых не брать сегодня Андрей Борисович Рашко Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, привет Здравствуйте Здравствуй Андрей Не буду вас долго мучить Приклашаю на сцену нашего главного танцора А кто у нас главный танцор? Как вы думаете? Брикон Кезмитрий Вот он Давайте если попросить он станцует Давайте, побросим Аплодисменты Давай, чувак Уху-ху-ху Уху-ху-ху Уху-ху-ху-ху-ху У нас сейчас на настроении все Обычно танцуешь Сейчас на эту сцену вынешне Которого если вы попросите Он потянется раз 200 или отожмется пару тысяч раз Потому что такого бицепса и трицепса Нет ни у кого из нашей команды Сергей Исаев, ваши аплодисменты Добрый вечер, молку Добрый вечер Добрый вечер, друзья Здравствуйте, первый ряд Вы сегодня очень почему-то далеко от нас отсели Но, надеюсь, сегодняшний прекрасный вечер Наши горячие сердца и ваше гостеприимство Уберут это расстояние, которое сейчас между нами И сейчас я приглашаю на сцену Самого молодого участника нашего шоу Но самого горячего Самого поющего Встречайте Вячеслав Мясников Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте Привет, волков Ну, очень приятно видеть полный зал Очень приятно Вы знаете, мы вчера были в Саратове А у меня есть такая штука интересная В часах Называется шумомер И вот в Саратове у нас вчера было 92 децибела Сможем мы побить Саратов, а? Давайте на счет 3-4 Поехали! Так, поздравляю, 95 децибел Поздравляю, ребят, за вы балансы Ну, ты сказал самый молодой? Серега, это не правда Вот сколько раз я это говорю Мы ровесники в нашем коллективе Я не устаю это повторять Ровесники нам одинаковое количество лет Просто мы выглядим по-разному Видно, да? Видно Я объясню почему Дело в том, что я не пью, а они пьют И причем, чем дальше Подожди, подожди, подожди А танцор-то у нас? Здесь мы достигаем пика Танцора-то поставим на место Подпись Вы знаете, ну а сейчас в свою очередь Я хочу пригласить на сцену В самую прекрасную половину нашего шоу Как вы думаете, кто это? Юлия Михалкова Правильно, Юлия Михалкова Можно просто ничего не говорить Посмотреть и все Она даже без микрофона выходит Нам приходится говорить и просто постоять Посветить красотой Вы знаете, Юлия, она Робин Гуд Нашего коллектива Она отбирает деньги у богатых И отдает их Дольче и Габани Как и многие женщины В преддверии 8 марта Ну вы знаете, по вашим аплодисментам Я понял, что кто-то пришел посмотреть Только на Юлю, верно? Верно, Пенса? Верно А кто пришел посмотреть Только на Андрея Рожкова? А кто пришел посмотреть Только на Дмитрия Прикоткина? А кто пришел посмотреть Только на Максима Ярисова? А на Сергея Исаева? А на Дмитрия Соколова? А на школу уральских пельмени? Здравствуйте! Привет, Балтон! Друзья, вы знаете, ну действительно странно 1 марта в пенсии снег Вообще тенза всегда меняется Но вот мы тут за кулисами обсуждали Знаете, что неизменно в вашем городе? В таких городов несколько Но вот в вашем точно Что, вам наверняка все говорят? Нет? В преддверии международного женского дня Ну, видимо, вы привыкли к этому Красота пенсийских девушек Пойдешь по улицам Давайте поаплодируем Этому шикарному факту И каждый город может похвастаться Пенза прекрасна И коль скоро вот мы на кастролях А значит все холосты Нам интересно сколько Пришло девчонок посмотреть на нас Не как на артистов А как на мужиков просто Вот девчонки Поднимите все руки Кто пришел сегодня На концерт Стоп! Кто пришел со своим? Ну вот честно Ну немного, нормально А кто со своим мужем пришел? Тоже есть какие, да? Ну это же не все У нас все шансы Ага Друзья, вы знаете Обычно мы показываем Любимые ваши номера Которые просите повторить Через интернет Но сегодня решили В нашем очень любимом нами городе Повторюсь Показать ваши любимые номера И спросить не в интернете А у зала Вот сейчас давайте конкретно, да? Кто поверил в шумомер славен? По часам? Кто поверил? Есть ли хоть один? Ну вот один поверил и то хорошо Вот вы сейчас хором Все скажете свой любимый номер Славен шумомер за кулисами Определить большинство лучших номеров И мы их все покажем Договорились? Подготовьте каждый свой номер любимый И сейчас на 3-4 хором скажете Готовы? 3-4! Поверь! Ну вот слава Все? Готовы? Дорогие друзья Ну, начнем мы, конечно же, с другого номера Вы знаете, грядет праздничный Самый лучший праздник весны 8 марта Но все-таки Давайте не забывать О мужских праздниках, да? Недавно гремен 23 февраля Мы хотим немножко порадовать мужчин Что самое любимое для мужчин? Конечно же, футбол Итак, давайте представим себе Что перед ответственным матчем Наши два самых лучших футболиста Это, конечно, братья Березуцкие Не могут соснуть в гостиничном номере Ай! 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 Че, тут даже матрасы-то нет вообще Не может так быть Вася! 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 Вася, ты спишь? Нет. Я тоже нет! Че-то болезнь, что-то вообще Вася, как думаешь Выиграем завтра, нет? Не знаю, как вы, я точно выиграю Не в футбол, так тотализатор Вася, ты что, на них поставил, что ли? Леш, у меня двое детей Ну да Тут ты ни разу не промахнулся Вася, а ты видел, как Месси играет? Видел? Вот бы нам всем так играть Мы и так все так играли Все, как он один Вася, а ты бутсы снял? Нет, конечно, зачем? Я тоже нет Все-таки круто, это тем Традиции спортивные Хоккеисты в плей-офф не бреются Футболисты перед матчем бутсы не снимают Да какие традиции? Просто в бутсах завтра подольше можно поспать Вася, слушай, я, конечно, не все понимаю в футболе Ну так, тренер говорит, Вася Ну что, я точно не понимаю в футболе? Вот эти дети для чего нужны, которые нас на поле выводят перед матчем? А в футболе какую роль играют вообще эти дети? Ну для того как Кто-то не знает, где выход на поле Я вообще боюсь без детей выходить А Кенфеев просто плохо видит Надо, чтобы его кто-то до ворот дает А то он может в чужие встать Вася, ты с Рональдом дружишь? С Рональдом? Угу Где я с ним подружусь? А я подружился В соцсетях Да ладно? Угу Это фейк, наверное, какой-нибудь Какой фейк? Что ты говоришь? В одноклассников Фейк Правда, он мою дружбу что-то уже пятый раз отклонил Вот будем, если вместе играть Догоняй его на поле под заднейшим Догоняй сначала Мужки Мужки Тебе что, Илья Шевч? Тебе что надо? Есть запион? Какой запион завтра игра? Ты что? Только закусок Вон Лёха А ты что тут делаешь? Ты же не в составе Васька играет Ааа Ты не знаешь, какую мы с кем придумали с Васей? Нет Он выходит Бегает Устает И незаметно я вместо него Лицо-то одинокое Потом я устаю Он вместо меня Незаметно Потом он устает Я вместо него Потом я устаю Он вместо меня В конце говоря Нифига себе Березутский красавец Бегает как лось вообще Ему бы еще мяч И цены бью были Ааааа Тут Крутые мы Да? Тупые вы Крутые Че тупые-то? Че тупые-то Так вы Вдвоём за одну зарплату берите. Ещё без мяча. Продорогацы. Акаш капелла? Нет. Томара футбола. Ола команда бухала. Красавич. А ну, пойдём. Тренер, только не по ногам, не по ногам. Задра дискотека после футбола. Я там нижний брак путь. Да, да. Вась. Слушай, а ты эту капеллу понимаешь вообще? Я вообще не понимаю, что он говорит. А откуда ты знаешь, что он хочет от тебя? Я просто на разминке начинаю все упражнения делать подряд. Если он перестаёт орать, значит я угадал. Вась, а помнишь, ты гол забил? Соня. Вась, а расскажи, как это? Ты тебе сто раз рассказывай. Вась, ну расскажи, ну. Лёша, так не рассказать. Надо забить. Вот сам тогда поймёшь, как. Забить? Как с такими бутцами-то забьёшься? Не знаю. Лёха, слушай. Давай, короче, так. Завтра, на 90-й минуте, если счёт будет 3-0, можешь в наши ворота забить. 3-0 в чью пользу? Там уже без разницы. 3-1 выигрывать или 4-0 проигрывать? Да не, ну как, я в свои не забью ты чё. Там Акинфеев там. Ты так говоришь, как будто Акинфееву не забивал никто никогда. А Акинфеев? Тем более, он же не будет от тебя ждать. Как в лопе живу в 9-й минут. Всё, маху, лупи, только ещё. Всё, давай спать, а то уже с одетыми бутцами мало времени осталось. Оле, 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 оле. Заткнись. Россия. Лёха. Перёдь. Оле, 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 оле. Россия. Перёдь. Оле, 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 оле. Россия. Вперёдь. На следующий день сборная России выиграла матч со счётом 3-1. Музыкальная страничка. Это, конечно же, песня международному женскому дню, но она для мужчин. Итак, для вас поёт серый кардинал русского шансона Дмитрий Соколов. Все мужики в своей жизни хотят лежать на диване, газеты читать, смотреть футбол, в баре ходить, и чтоб было поесть и попить. Розы, 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 пропуск в счастливую жизнь. Розы, 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 один раз купил и весь год на диване лежи. Нефиг лениться, встань утром пораньше, сходи на цветочный базар. Купи, чтоб она обалдела от счастья, красный лепестковый товар. Но есть способ лучше, ребята, есть вещь, чтоб жену катать. Её ты купил, и теперь точно сможешь лет сто на диване лежать. Шуба, 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 пропуск в счастливую жизнь. Спасибо вам, Норка и Соболь, что за пацанов приглись. Вы шкуры свои отдали, чтоб наши шкуры сберечь, Чтоб жизнь наполнить футболом, согреть. Типлом банных встреч. Типлом банных встреч. Дмитрий Соколов со своей восьмимартовской песней «Икода». Ну что ж, друзья, наверняка многие из вас в этом зале изучают иностранные сырки. Хотя непонятно, зачем санкции, пучи китайские, да и всё на самом деле. А кто на самом деле владеет французским, например? Ну так, чтобы вообще ни одного. Не, я понимаю, что французы. Хорошо, английским. Вот два-три человека. Так, немецким. Немцем ещё меньше. Русским. Кто владеет? Совершенствуем. Отлично, молодцы. Друзья, на самом деле я не зря сказал про японский и китайский. Действительно, очень сложный язык. И чтобы его побыстрее выучить, доставайте свои блокнотики, бумажки и ручки, потому что сейчас на этой сцене появится настоящий учитель японского языка. Встречайте! Переводчик, да? Японский, значит, слушай меня, переводчик. Слушай меня внимательно. Сейчас приедет, значит, в Японии человечек один, человечек маленький. Бизнесмен японский. Будешь переводить всё, что я буду говорить. Ты понял перевод? Ты меня понял или нет, переводчик? Будешь всё переводить, понял? Будешь всё переводить, что я буду говорить. Ты понял? Понял меня, да? Ну всё, смотри, вот. О, пожалуйста. Это. Сюда он, типа, плиз. Кое-что понимаю, понимаешь. Короче, значит, такие дела, я рад, что вы, значит, приехали, да, по нашему сервину. Ещё раз. Я рад, что вы приехали к нам. Я надеюсь, что вы месту приехали. Найдёте, кучки сапли. Ты чё творишь? Я с человеком общаюсь, ты чё ездишь? Помолчи немножко, понял? Значит, так. Я тебе говорю, значит, мы приехали, значит. И мы приехали. У вас, я над Маус, вау. Ты чё ездишь-то? Я с человеком общаюсь, ты поверх меня. Чё-то лепишь вот это своим ультразвуком. Я говорю с человеком, помолчи просто. Ты меня, видишь, нервируешь. Я даже двух слов связать не могу. Помолчи, посиди, помолчи. Ты понял меня? Понял, нервирует? Чё ты уже говоришь? Он говорит, не понимает ни сего. Да потому что ты лезешь поперёк меня. Я человеку говорю за дело, а ты лезешь поперёк меня. Трёшь, мнёшь, всё это такое. Вот он чё-то говорит сейчас, смотри. Слоника показал, смотри, вот. Вот что это? Или мороженку показал, смотри. Вот, шевелятся. Я ничё не понимаю, вы орёте всё время. Влезет в рот. Послушай меня, чувак. Значит, будешь переводить. Каждое моё слово будешь переводить, ты понял? Каждое моё буковку будешь переводить. Каждое моё движение, чтоб он понял. Ты понял меня? Понял? Чтоб он всё понял. Чтоб всё, что я делал, он всё понял. Ты понял? Ой, как трудно-то с вами. Значит так. И да, это мужскоглазово. Ха, ты ку, мужскоглазово? Ты чё творишь, гадир? Вот ты с ума додела. Ты чё берега попутал? Я думал, что ты потом понял. Ты чё хочешь, чтоб я тебя сейчас убил, что ли? Вот ты думал, как ты подросил. Я тебя просто разорву на чай. Я подосанула, как чай. Чё это с ебаться? Чё, сердце? Чё, прихватило? Принеси ему чай. Ну, на самом. Куда ты пошёл? Ха, садись. Чай принеси, говорю. Ухах. Да-да-да-да, сейчас тебе. Понимаешь? Да-да, чтобы мы так-то говорим. Всё вот так. Ты понимаешь, якошка? Понимаешь? Ха? Дай ему чаю. Уго-го-го-го-го! Ну-ка, извини. Уго-го-го-го-го! Уго-го-го-го! Чё ты сткучаешь? Шепь на стол! Извините я, наверное! Уго-го-го! Уго-го-го! Чё ты прыгаешь? Ну что ж, ну всё, щас я тебя убиваю, хватит его Так, Кимпошка, тебе вообще необязательно смотреть на это, закрой И подглядывай, подам Значит так, переводчик, слушай меня, короче Если щас у меня сделка сорвётся, если щас из-за тебя у меня сорвётся, То есть, есть, кто балкон не закрыл? Вот чёрт, а, так, Япония сорвался На, разговаривай, по-китайски говори Добрый вечер, мой китайский товарищ, звонит тебе русский бизнесмен Антон Сидорчук Вот что я тебе хочу сказать Долбаный, узкоглазый, ты мне стул испортил И когда поступает звонок, они просто между собой как-то соединяемся, я могу спокойно разговаривать Слышишь, как удобно? Вот позвони Звоню? Ну, ничего не идёт У меня идёт? Ну, у меня не идёт О, дозвонилась? Алё, здравствуйте, а запишите меня на завтра на маникюр Хорошо, спасибо Ты что делаешь-то? Ты мне звони А чего я тебе-то буду звонить? Ты что, маникюр делаешь? Ничего не надо У самого ничего не получается, но мне срывается Алё, Макс, здорово Славка, да Слушай, ты можешь меня сейчас набрать? Ну, я тут одну штуку настраиваю, мне проверить надо Давай, жду Сейчас Сейчас Вот, смотри, идёт гудок Я ничего не делаю вообще Смотри, просто ничего не делаю Просто нажимаю вот эту кнопочку Алё, привет Занят? Ну, ну так Можешь говорить? Ну, не знаю Что, не можешь говорить? Ну, могу Так можешь или не можешь? Алло Алло Что ты алёкаешь? Я тебя хорошо слышу Алло Ладно, я перезвоню Это кто был? Где? Звонил кто? А, это эти... Это дети, видимо, какие-то Какие дети? Молодцы, не знаю, маленькие какие-то Откуда у детей твой телефон? Ну так, сайты, я думаю, с интернета Где ещё это взяли? Ну, лыжи я продавал Помнишь, лыжи? Продавал телефона Указывал лыжи Купили телефона Остался Ты посмотри, что намело А вот, смотри, коммунальчик Вот куда смотри Вот как вот ездить Слава, ты чё несёшь? Мы на парковке накрытой стоим Возьми Что взять? Телефон возьми Нет, телефон небезопасно За рулём Я приеду домой И там потом... Возьми, сказала Я ещё не разобрался С кнопками взять Я уже разобралась Алло, Славян Привет, Макс Как хорошо, Макс Что ты позвонил? Ага, слушай Чего просил позвонить? Дело в том, что тут связь настраиваю громкую Мне нужно было проверить Вот это У вас второй входящий вызов Ага Ну понял, всё, пока Подожди, Максим У меня это... Важный вопрос ещё был Давай Как там это... Погода? Где? На улице На какой? Ну, на любой? Ну, не знаю На Суворово Нормальная погода Ага Всё? Ну... Ну, не... Ну, давай Ну, давай, что У вас второй входящий вызов Подожди, Макс Погоди, а это... А вчера какая была? Погода? Да, погода, да На улице? Ага Нормальная была погода, Слава? Да Всё? Нет, а не знаешь Это... Долго такая продержится Славян, ты что-то Прогноз погоды ведёшь, что ли? Всё, прости, не буду говорить Пока У вас второй входящий вызов Алё Сейчас слышно? Ну, да, слышно Что не звонишь? А почему не я должен Вам звонить вообще? Ой-ой-ой, как мы официально Ты что, обиделся, что ли? А на что мне на вас обижаться? Ты что, не один, что ли? Ну, мы как бы это... Мы в магазин поехали С кем это ты в магазин поехал? С родственником С братом? Нет, не с братом С сестрой? Нет С мамой? Угу А с кем тогда? Ты же говорил, отец у тебя пьёт Жена к очку ушла Ну, как ушла? Мы общаемся А это кто? Это Коля? Нет Это Слава Ой, извините Я ошиблась Это что было? Ну, не знакомая какая-то Ты же слышала? Ошиблась А ты что тогда такое нёс Если она не знакомая? К какому я к очку ушла? Какой отец у тебя пьёт? Слава, мы с тобой 12 лет женаты Мы просто общаемся? Ну, так ну, мы же разговариваем же ночью Я родственник? Ну, так 12 лет живём, ну, практически Ну Слава, это что такое? Это кто? Почему она тебе звонит? Тебе правду сказать? Да хорошо, я тебе скажу правду Вот эта, которая звонила Она вообще не знакомая Я ей просто денег заплатил Чтобы она позвонила именно в это время Когда ты будешь сидеть в машине А ещё, если ты не заметила Я купил духи женские Перед тем, как домой зайти Я плызгаюсь Чтоб ты почувствовала чужой женский аромат Ещё я помаду купил Ещё на рубашке Вот так вот Губы женские А знаешь, для чего я всё это делаю? Чтобы ты меня ревновала А значит, ещё больше любила Ценила И боялась потерять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правильно, мужики? Для этого ведь Мужчины, так вы это всё специально делаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Какие же вы глупенькие Мы без этого всего Вас ценим Любим И боимся потерять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛЁ, Слав, привет Говорить можешь? А, мой уехал Квартира свободна В общем, неделю Можем у меня зависать АПЛОДИСМЕНТЫ А это-то кто? А вот это точно дети Я не знаю Мне покурить надо сходить Слава, ты куда на перекрёстке-то выстречил? О, Господи, я дома ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КАРТЕМ КАРТЕМ